РЕЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ Эстивермис, что означает червь обжора, это крупный кольчатый червь, достигающий в длину от 15 до 20 дюймов или от 38 до 51 сантиметра. Эстивермис использовал свой заостренный рот, чтобы вгрызаться в плоть хозяина, пока не достигнет крупных кровеносных сосудов, иногда вгрызаясь на несколько дюймов вглубь, примерно на 2,5 или 5 сантиметров. Достигнув цели, он начинал питаться кровью прямо из вен, которая была ему необходима для выживания, своего рода червь-вампир. После болезненного внедрения в ткани хозяина, паразит оставался неподвижным, его хвост болтался вне тела хозяина, выбрасывая отходы жизнедеятельности и яйца в воду. Профанус, что означает проклятый крупный ленточный червь с острого черепа, достигающий в длину от 20 до 30 дюймов или от 51 до 76 сантиметров. Множество крупных свободно плавающих ленточных червей профанусов периодически прикреплялись к животным хозяевам, где они отщипывали фрагменты кожи, обнажая плоть. Также профанусы попутно выделяют анестезирующие средства, чтобы хозяин не чувствовал дискомфорта, после чего откладывал яйца в живую плоть. После вылупления личинки жили в ране до тех пор, пока они становились достаточно взрослыми, затем они уплывали на поиски нового хозяина и размножались самостоятельно. Контериобестиола, что означает страшный зверек, является черенстоногим паразитом с острого черепа. Размерами около от 1 до 3 дюймов в длину, личинки Контериобестиолы были крошечными существами, живущими в пресной воде. Они оставались личинками до того момента, пока случайно не будут проглочены рыбой, после чего они прикрепляются к стенкам кишечника и окукливаются, несколько раз сбрасывая панцирь, чтобы стать зрелым чинистоногим и спокойно передвигаться по кишечнику. Взрослые организмы живут за счет той пищи, которую глотает хозяин, при этом постепенно достигая зрелости и размножаясь, пока они не заразят весь желудочно-кишечный тракт, вызывая иногда большой дискомфорт. Личинки Контериобестиолы входят в состав самого низа пищевой цепочки, кормя тем самым весь остров. Но это при условии, если этих личинок будут поедать мелкие членстоногие или моллюски, иначе начнется стадия куколки. Длину Контериобестиола достигала от 2,5 до 8 см, в росте от 3,5 до 1,5 см, весила от 3 до 15 грамм, опитала в пресных водоемах кишечнике хозяина. Кутисцидис, что означает кожный краб, ракообразная, с острого черепа, достигающая от 1 до 4 дюймов поперечники. Удивительный род паразитических крабов. Кутисцидис присоединялся к коже хозяина и питался его тканями. Панцирь с кожей краба формировал защитный колпак, чтобы защищать паразита во время роста. Краб отцеплялся от хозяина только для размножения, опустившись до русла реки, чтобы найти других представителей своего рода, после чего он начинал искать себе нового хозяина. В ширину панцирь кутисцидиса достигала от 2,5 до 10 см, а вес самого краба мог доходить до 150 грамм. Обитал в пресной воде. Если вы любитель вселенной острого черепа, других вымышленных миров или вам просто понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. И я продолжу радовать вас видео по этой тематике. Субтитры сделал DimaTorzok